В предыдущей серии. 20 секунд до запуска шаттла. 18, 17, 16. Отмена, повторяю, отмените взлёт. Вы слушаете меня, центр. Центр запуска. Отмените запуск. Беккет. Я только что навестил мистера Зитор. Он и есть наш предатель. Он. Эд, немедленно вернись, иначе ты погибнешь. А если мы не извлечём этот топливный бак, то нас разнесёт на кусочки. Взлёт прошёл нормально. Здесь становится небезопасно. Куда мне это деть? Мусорный отсек. Мне пора. Пришло время развернуть спутник, чтобы Китума нашла своё затаённое сокровище. Что это? Не может быть. Это система лазерного оружия, установленная на спутнике. Её цель – челнок. Экскалибур, приём. Что случилось? Или хорошо тряхнуло, или они погибли. Крэйг Маклахван. Джей Гриффитс. И Джесси Бёртсоу. В фильме «Бакс. Электронные жучки». Тем больнее падать. Экскалибур, выйдите на связь. Экскалибур, приём. «Экскалибур». Экскалибур. Вы слышите меня? Экскалибур. Это центр управления. Мистер Чукку. Звёздная защита активирована. РХ-44 не будет развернут. Отлично. Без него Китума не сможет найти залежи платины, и президент не удержится на своём посту. И вы придёте к власти. А вы получите свои деньги. И вы сможете начать вторую часть вашей маленькой революции. «Я знаю это». Я знаю это. Ничего. Пробуйте. Почему мы дали ему улететь? Он принял решение. Беккет, это медицинские показатели. Это сердечный ритм? Да. Они оба живы. Президент Хайкуду решился на отчаянный шаг. Здесь, в Китуме, где три года назад произошли первые демократические выборы, назревает экономический кризис. Президент Хайкуду пытался восстановить экономику страны, разрушенную за время антидемократического режима. Вице-президент Аманда Кортни. Джи Энси, уделите нам несколько секунд. Не могу. Вы можете подтвердить слухи о девальвации национальной валюты? Без комментариев. Я должен идти, простите. Мистер Президент. Я готов. Постойте. Мне нужен факс от Джои Таната. Принесите, будьте добры. Конечно. Спасибо. Присядьте. Благодарю. Что-то происходит? Давайте поднимемся и посмотрим. Почему так долго? Ожидание убивает. Ужас какой-то. Ужас какой-то. Ворнхольд Сьюзан Сьюзан, давай Ты в порядке? Да, а ты? Главное, я жива Что случилось? Не знаю Ты поранилась? Обо мне не беспокойся Нужно восстановить связь с центром Центр, это Эскалибур, прием Центр, это Шаттл, Эскалибур, прием Это Эскалибур, прием Слышим вас, Эскалибур Ваше состояние? Надо же Плохо? Именно Эд, ты слышишь меня? Да, Рос, что случилось? Это звездная защита, спутниковая система защиты Откуда шел удар? Мы пока не знаем Главный компьютер защиты стоит в агентстве Но им управляют не отсюда Шаттл сильно поврежден Повреждение? Досталось роботу, он торчит Наполовину из грузового отсека Не сдвинешь Дверь в грузовой отсек открыта Боюсь, что да Мне нужно идти, Сьюзан ранена Полковник, мы не должны забывать о нашей миссии Китуме нужен РХ-44 Чтобы там не произошло, Эд и Ворнхольд должны развернуть спутник Понимаете? Думаешь, перелом? Вероятно Поменьше бегай Спасибо, доктор Приму ваш совет к сведению Экскалибур, мы постараемся разрешить проблему с дверьми в грузовом отсеке Вам нужно завершить последнюю ступень операции по развертыванию спутника на орбите Итак, мы сделаем это, лишившись робота Есть способ Вытащим топливные баки и установим Рекса вручную Начинаем ОВК Роз, что это? Открытый выход в космос Они отправляются на прогулку Сиди и учись Даже если они установят спутник, проблема не решится Нам нужно доставить их домой Пока двери в грузовой отсек открыты, шаттл не вернется, так? Может, нам удастся срезать стрелу робота с помощью звездной защиты? А это возможно? Теоретически, но тот, кто управляет ею, не даст нам это сделать Ты сможешь обойти защиту? Нет Они переписали ходы доступа к передатчику защиты Нужно найти их оборудование Слушай, изучив показатели атаки, ты сможешь вычистить место, откуда шел сигнал Роз Да, но... Ты справишься Начинай работать, пожалуйста Ребята, кому-то из вас нужно ввести активационный код, чтобы мы смогли развернуть спутник Он прав У нас есть этот код? Ну, не совсем Он у президента Хайкуду Хайкуду? Этот спутник – последняя надежда президента От него зависит будущее нашей страны И в цельной безопасности он держал код активации втайне до момента установки спутника На случай моей смерти Фантастика Разве мы не можем созвониться с ним и попросить код? Это проблема На территории Китумы действуют террористы Связь с островами потеряна И как вы это узнали? По кабельному каналу GNC Они нашли способ выйти в эфир GNC? Бэккет, там, кажется, работает твоя знакомая Да, но... Это важно Забудь о своей гордости Роз, это не так просто сделать Давай, Бэккет, она согласится тебе помочь Не уверен, Эд Экскалибур Начинайте программу развертки Мы достанем для вас код доступа, пока вы не ушли с орбиты Вас понял, центр Эд На удачу Это крайняя необходимость Нельзя производить по сети глобального вещания личные телефонные звонки Я не поболтать с ней пришел, это вопрос жизни и смерти Скажите Аманди, что ей звонит Ник Бэккет, хорошо? Мэнди и так сегодня досталась Ее команда попала под удар Двое погибли Аманди чудом удалось спастись Ей сейчас не до фанатов Это ясно? Я не фанат Я ее Муж Был недавно Скажите, что нам нужно поговорить Привет, Никки Вот это сюрприз Раньше ты никогда не звонил мне на работу Отлично выглядишь, Аманда Учитывая обстоятельства Хватит источать комплименты Меня этим не проведешь Прости Не начинай Этим утром я потеряла двух друзей И попала в эпицентр гражданской войны Просто скажи, что тебе нужно Возьми и скажи, и все Верь, не верь, но именно Я могу остановить эту войну Неужели? Но мне понадобится твоя помощь Вы провалились Команда Шаттла развертывает РХ-44 Хайкуду собирается дать им код активации спутника Но как? Через журналистку с канала новостей GNC Доверьтесь мне Я с ними покончу Экскалибур Вас ждет открытый космос Удачи Разгерметизация шлюза Шлюз открыт Пристегни к себе трос Порядок Какой вид Не время наслаждаться красотами космоса У тебя всего 20 минут Для развертывания спутника Что с кодом? Работаем над этим Займись спутником Хорошо Первый шаг Загрузи в спутник топливный бак Нет проблем Готово Молодец Рекс на ходу А волшебное активационное слово? Центр Мистер президент Команда шаттла пытается развернуть спутник Нам нужен код активации Это хорошие новости, мистер Беккет Лучшие за последнее время У нас появился шанс на спасение Нам повезло Что не все оборудование Мисс Кортни Было уничтожено во время взрыва Как только вы скажете код Я передам его команде шаттла Конечно, мистер Беккет Останьте здесь, мисс Кортни Нам следует поставить К мисс Кортни и ее оборудованию охрану Я оставлю с ней личного телохранителя Теперь четыре крепления поочередно Начиная с ближнего к тебе Эй! Эй, что происходит? Без паники Через это проходят все Пристегнись Сила тяжести изменилась Скажи спасибо тросу, за который пристегнут Да, теперь мы с ним неразлучны ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С вашего разрешения, мистер президент. Спасибо. Я этого никогда не забуду. Давай, Мэнди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нормально? Да, но не забывай о времени. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Беккит, он у меня. Это штриховой код. Хорошо. Направь на него камеру как можно ближе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фокус, пожалуйста. Никки, ты жалеешь о нашем разводе? Иногда. А я нет. Мэнди. Мэнди, я не уверен, что считал код. Мэнди! Мэнди! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Осталось шесть минут. Еще один. Эд, у нас мало времени. Эй, Рос. Так что насчет кода? С Беккитом что-то случилось. Я пытаюсь с ним связаться. Беккит, ответь. Прошу тебя. Рос, трансляция была прервана из-за взрыва. Информация от Аманды записана на диске. Но здесь нет мощности, чтобы передать вам код. У тебя в джипе есть портативный модем? Да. Настрой видеоплеер и загрузи фотографию. Скинь ее в компьютер и перешли по модему. Тебе ее расшифровывать. Поторопись, Беккит. У Эда мало времени. Я не могу повернуть его. Заело. Попробуй еще раз. Нет. Он крепко засел. Полковник, экстренная процедура на случай безвыходной ситуации есть? Да. Можно подорвать крепление, но электрические детонаторы были повреждены при ударе. Может, Эд сможет установить их вручную? Эд. Крепление можно освободить с помощью направленного взрыва. Радиоуправляемого? Установишь заряды вручную. Минуточку. Вы хотите, чтобы эта штука взорвалась прямо перед моим лицом? И чья это блестящая идея? Моя, Эд. Отлично, Росс. А что насчет кода? Может, сначала ввести его? О, код активации у нас. Я его пытаюсь расшифровать. Эд, это бинарный код, так что слушай внимательно. 0, 0, 1. 0, 1. 1, 1, 0. 1, 0. И еще раз 0. Рекс завилял хвостом. Вас понял, Эд. Пора отпустить Рекса с поводка. Готов, если вы готовы. Соедини электрический детонатор с детонатором крепления. Ты понял? Я высчитываю координаты оборудования, с помощью которого была активирована звездная защита. Нашли что-нибудь? Кажется, да. Я проверю. Раз Рекс установлен, ребята должны вернуться домой. Если мы возьмем управление защитой на себя и отрежем стрелу робота, они смогут приземлиться. Вы уверены, что это сработает? Вполне. Хорошо, начали. Сюзан! Эд! Эд! РХ-44, развернут. Эд! 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 Заткнитесь! Сюзан! Эд, гаечный ключ, выброси его! Что? Ключ в твоей руке, выброси его! Спасибо, Сюзан. Законы физики. Точно. Сила действия равна силе противодействия. Я возвращаюсь. Хочешь, помой стекла, пока я здесь. Возвращайся, Эд. Беккетт, я приближаюсь к источнику сигнала защиты. Сюзан. 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 Беккетт, что ты знаешь об информационном центре на Блэйдпоинте? Закрался в прошлом году на переоборудование. Выглядит заброшенным. Мы восстановили вещание с GNC, Рос. Из центра есть новости. Эд справился с задачей. Я вижу Рекса над Китумой. Фантастика. Теперь геологическое исследование изменит жизнь государства. Прости, Беккетт, но в Блэйдпоинте кипит жизнь. Я постараюсь пробраться внутрь. Рос, осторожнее. Такое грозное оружие не могли оставить без охраны. Я не поступаю так опрометчиво, как Эд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Мэнди, кто-то в Китуме знал, что ты пересылаешь код. Но откуда? Не знаю. Но будь осторожна. Беккетт, я нашла его. Минуточку, Аманда. Рос? Он работает? Кажется, да. Перенастроить сможешь? Думаю, да. Рос? Рос! Рос? Что еще за Рос? Рос! Ник? 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 Беккетт, Беккетт, Беккетт. Рос? Рос, ты слышишь меня? Рос? Рос, ты слышишь меня? Рос? 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Эд, ты слышишь меня? Роз, привет. Новости есть? Я хочу отрезать стрелу робота от шаттла с помощью звездной защиты. Ты уверена? Если заденешь станцию, нам не сдобровать. Поэтому ты должен помочь мне. И что я должен делать? Передай мне сигнал с передатчика, что я тебе дала. Я внесу координаты вашего корабля. Хорошо. Минутку. Командир Ворнхольд не против? А у меня есть выбор? Сьюзан считает эту идею гениальной. Мы собираемся домой. Слышите меня, центр? Слышим вас. Спросите Роз, сможет ли она передать управление защитой нам? Отсюда будет проще вести операцию. На взлом кода уйдет много времени. Ладно, тогда будем работать с тобой. Я принимаю ваш сигнал. Я произведу пробный выстрел в качестве репетиции. Ты должен увидеть синий луч лазера. Начнем. Медленнее. 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 Стоп! Что? Еще чуть-чуть, и ты бы разнесла двери грузового отсека. Медленнее. Что? Что? Итак, Акскалибург, ввожу координаты вашего корабля. Мы получили данные со спутника, и они подтвердили залежи платины в Китуне. Значит, ваша страна выкарабкается из кризиса. Надеюсь. Срок выплаты кредита приближается. Я выслала по электронной почте новые данные. Теперь решение за Всемирным банком. Удачи. Спасибо. Полковник Стоун, мы готовы. Хорошо, Акскалибур, прием. Рос, начинайте. Сделать это нужно быстро. Через 10 минут они уйдут с орбиты. Рос. Рос. Проблемы? Для мертвеца вы отлично выглядите. Впечатляет. Ваша идея использовать мое смертельное оружие для спасения вашей команды. Ну что ж, мило. Спасибо. ЗИТО, спутник работает. В банк поступают данные. Это нужно остановить. ЗИТО, что происходит? ЗИТО, время пришло. ЗИТО, что происходит? Извините, ЗИТО не может подойти к телефону. ЗИТО, время на исходе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рос. Эд, слышишь меня? Рос, что происходит? У нас время на исходе. Осталось всего 3 минуты. Понимаешь, 3. Координаты изменились за время моего отсутствия. Их нужно скорректировать. Что случилось? ЗИТО восстал из мертвых. Готово. Я надеюсь. Надеюсь. Рос, ты сделала это, Рос. Рос. А ты сомневался? Ни секунды. Стрела отрезана, защита прошла по железу, как нож по маслу. Центр, вы слышите? Слышим вас, Экскалибур. Двери грузового отсека закрыты. Отличная работа. А теперь вернем наших астронавтов домой. Ты в порядке? В полном. У нас получилось. Экклетт домой. Фантастика. Алло? Мистер Беккетт. Рос, слышите меня? Да, Джой. Я еду в банк. Данные о залежах платины подтвердились. Отличные новости, Джой. Но это еще не конец. Зита жив. Данные, которые вы везете, представляют огромную ценность. Уничтожив их, повстанцы смогут одержать победу. Так что ждите нас в банке, мы уже едем. Беккетт, Экклетт все еще в опасности. Я взломаю код защиты, чтобы передать управление полковнику Стоуну. Увидимся. Экскалибур. Мы готовы отправить вас домой. Отлично. Я готов приземлиться. Локальное управление по моему сигналу. Три, два, один. Контроль. Хорошо, контроль передан. Прием. Когда будете проходить через верхние слои атмосферы, мы потеряем с вами связь. Вас понял. Запуск двигателя через пять. Четыре. Три. Две. Одну. Пуск. Пуск произведен, Экскалибур. Хорошо. Полный вперед. Радиомолчание через пять секунд. Удачи. Не люблю этот момент. Что чувствует астронавт во время эфирного молчания? Причастность к вечности. Беккетт. Все хорошо? Они готовы стабилизировать наше финансовое положение на одном условии. Условие? Политическая стабильность в Китуме. Я должна связаться с президентом Хайкуду, чтобы он обратился с посланием к народу. Но с Китумой нет связи. Кажется, Манда должна сделать мне еще одно одолжение. Центр, это Экскалибур. Слышите нас? Слышим вас хорошо, Экскалибур. Добро пожаловать домой, Экскалибур. Отличная работа. Я знаю, пилот ты, но разреши мне посадить этот корабль. Привези нас домой, Эд, и не сломай мой шаттл. Эд вышел на связь, он идет на снижение. Отлично. Я везу Джой в ГНС. Она должна связаться с президентом Хайкуду. Еще не исчерпал кредит своей бывшей Беккетт? Исчерпала достаточно давно. Но я обращаюсь к ней ради будущего Китумы. Рос, секундочку. Кажется, у нас есть проблема. Зита прослушивает нас. Свяжись с ГНС. Мне нужно подкрепление. Четвертый этаж. Беккетт! Вы в порядке? Да. Лестница. Редактор субтитров А.Семкин нам нужно поговорить с президентом Хайкуду. Сейчас он на телевидении, он хочет заявить об отставке. Он не должен этого делать. Он ничего не знает. Соедините меня с ним, прежде чем он объявит об отставке. Минуточку. Переключите на приземление? Конечно. Отклонение от первоначального курса 5 градусов. Экскалибр заходит на взлетно-посадочную полосу. Шаттл готов совершить посадку. Он снижается. Пока все идет нормально. Добро пожаловать домой, Экскалибр. Что скажешь? Неплохо. Для стажера. Ну, и где тут Дьюти-фри? Прямой эфир через 20 секунд. Президент Хайкуду. Нескортный, не стоит. Переключитесь на восьмой канал. Вы должны это увидеть. Прошу вас. Джой! Хорошо, что ты все видишь. Ситуация критическая. У меня отличные новости. Я только что вернулась из банка, и я должна сказать вам... Беккет! Банк дал ему нас ручку. Мы спасены. Расскажите об этом людям, и повстанцы не смогут ничего сделать. Пять секунд, сэр. Четыре. Три. Возрадуйся, народ Китумы. Ситу, сдавайся, тебе не уйти. Я боюсь, что вы ошибаетесь, мистер Беккетт. Коллеги обеспечат мне прикрытие. Зита! Нет! В сегодняшнем историческом обращении к нации президент Хайкуду сообщил о нахождении залежей платины. Я хочу поблагодарить отважную женщину, астронавта Сьюзан Ворнхольд, которая в одиночку справилась со столь трудным заданием. В одиночку? А я? Безопасность, Эд. Официально ты не был на борту? Не был. Да я там чуть не погиб. Я развернул спутник, привез домой Сьюзан. Мир не должен знать о том, что любой Том, Дик или Эд может запросто слетать в космос. Том, Дик или... Спутник РХ-44 был развернут для нахождения залежи платины, добычей которой обеспечит государству Китума безопасное будущее. Странно, что Зита убили его же люди. Тот, кто отдавал Зита приказы, не смог вынести поражение. Я все еще не могу понять, кто стоит за всем этим. Мы этого не знаем. Пока не знаем. Вице-президент Чуку был арестован за измену Родине и пособничество повстанцам. По неофициальным данным, в деле свержения легитимного правительства Китумы замешаны страны, которые делят сферы экономического влияния на международном валютном рынке. Группе анонимных инвесторов-террористов был нанесен смертельный удар, когда экономическое равновесие в Китуме стабилизировалось. Группе анонимных инвесторов Смертельный удар Но не нам Режиссер Брайан Фармал Продюсер Брайан Истман Оператор Крис Говард Композиторы Гевин и Саймон Гринбул Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО Ред Медиа Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова ТПО Редактор субтитров А.Семкин